всем привет слышно ли меня видно ли меня как артура отлично всем привет давайте я меня зовут саша вагиморский управляющий партнер skyeng самого начала был компания которая строилась на удаленке я сказать что это было решение такое из каких-то высоких соображений у нас на самом деле тот момент когда мы начинали просто не было никакого выбора есть но он им компания у которой там обшарпанная комната промзоне москвы на и вопрос собственно говоря кому мы можем нанять кто придет нам работать в эту самую компанию самом деле идеологически очень много раз сколько я отвечал на вопрос про удаленку люди думают задавали опросы типа чтобы там за офис не платить не ребята короче самый крутой эффект от удаленки это кастинг это то из какого числа сотрудников вы себе можете набирать людей и если у вас компания эта история приживется вот сейчас в силу вынужденных обстоятельств карантине то подумайте пожалуйста о том как вы резко можете уменьшить свои косты на нами людей просто выбирая те кто соглашается ехать работать к вам ну понятно что в москве огромное количество людей просто не готовы ездить дальше чем там два часа времени поэтому вы просто всегда будете ограничены если в москве в маленьком городе все вот если это мегаполис это всегда становится очень интересная история то есть геоарбитраж здесь начинает работать очень хорошо если у вас эта история приживется то очевидно что там от кризиса экономического мы оправимся очень скоро трудно предсказывать только начался вот и для всех будет актуальная история с обрезанием постов поэтому первое вот что имейте ввиду что это всегда возможность для вас искать и находить лучших сотрудников они доступных для вас географически вот это было собственно игра для нас очень важная история которую мы не сядем история вторая что если взять и прочитать любые книжки про организацию удаленных работ они в общем-то все пишут примерно то же самое но опять же когда люди говорят типа я пробовал и эта история не работает когда начинаешь выяснять а что собственно не работает выясняется очень простая история человек читает делай раз делай два делай три делай четыре он говорит так ну ладно понятно значит там должностные инструкции это понятно там коммуникация понятно а вот дай-ка я подумаю над пунктом номер три берет все остальное не делать ничего не работает и начинается это не для нас поэтому в удаленке любой другой технологической не технической технологической истории очень важно идти по пунктам и делать все правильно последовательно и самое главное делать а не просто говорит а я понимаю поэтому здесь особо ничего делать не надо вот собственно говоря если говорить про это последовательность действий то есть технической технологической составляющей этой истории то есть буквально там как обеспечить единый стек технологий в чем все люди общаются второе там то вместе с айтишниками обеспечить на всех компьютерах более-менее все универсально второе и наверное там супер важно это четко еще раз просто посмотрите прописать все все пайплейные процессов вот для низкоуровневых исполнителей супер важно написать инструкции и с ними четко проработать с другой стороны это кстати говоря очень хорошо позволяет как плаговость линейных сотрудников увеличивать то есть скорость с которой вы можете уволить сотрудника и нанять она резко возрастает когда у вас прописаны все должностные инструкции и этот пункт никто не любит все его ненавидят и говорят типа ну да 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 конечно надо делать вот на самом деле действительно нужно делать и у нас много тысяч людей находятся с линейных сотрудников на удаленке и для всех из них существует и апдейтится самом деле должностные инструкции и этим мы непрерывно работаем вот история третья это научить людей работать на удаленке это на самом деле тоже очень не очевидная история мы сейчас если еще не открыли то с понедельника откроем наши внутренние видеокурсы как мы учим людей работать на удаленке общем волком смотреть и целиком пересказывать не буду но в целом там очень много нюансов которые связаны именно с коммуникацией короче говоря самые неочевидные вещи в удаленке то что у нас есть много повседневного общения есть встречи в нашем календаре которые мы понимаем и и их осознаем очень много общения которые происходят мельком на бегу в кофе пойти в курилке там в коридоре которых за которыми мы не обращаем внимание из которыми из которых строится на самом деле огромная ткань нашей ежедневной работы вот и научить людей рефлексировать и коммуницировать на эту тему это на самом деле очень важно вот теперь про всякие разные там фокусы и нюансы и мелочи первое это будет опять же связано с теми же самым коммуникациями вынь да положь нужно настроить так чтобы руководители со своими сотрудниками разговаривали если там сотрудники учился к уровню это хотя бы раз в неделю прям глубоко если сотрудники достаточно низкоуровневые то один или два раза в день с ними нужно общаться люди действительно теряет фокус это не связано самом деле с удаленка неудален как миф что люди которые сидят на соседнем этаже находятся к тебе ближе чем те которые сидят в двух кварталах от тебя вот все равно все там не видно и не слышно но с но ключевая история правильно построить правильно научить на самом коммуникации правильно научить людей планировать дни и отчитываться на них вот еще раз с пунктом отчетности все абсолютно точно также говорят да 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 отчетность это супер важно да конечно я начинаю спрашивать а как собственно говоря вас это устроено где люди заполняют эту отчетность кто туда смотрит и что с этим дальше происходит люди это вот и в этот момент опять же все рушится поэтому сам факт того что это встроено в ново внутренние процессы резко улучшает производительность труда людей вот следующий нюанс который есть с которым вы скорее всего столкнетесь там через 3-4 месяца работы с удаленными сотрудниками потому что люди на удаленке работают больше выгорают то есть на самом деле огромное количество людей не умеет выключаться их соответствующим образом нужно учить прекращать рабочий день нужно прекратить нужно учить их как работает дома так чтобы это не превращалось в 24 на 7 работу потому что люди просто реально устают в этот момент времени мы полностью свои проекты даже не узнали если бы там не не получили там первые тревожные зона когда человек увезли скорой в больницу мы поняли если узнали что в общем то просто человек не выходил из дома полгода реально там сидел и фигачем вот мы там несколько лет назад было с человеком все хорошо он его спасли он продолжает работать и мы поняли что людей надо принудительно заставлять будет выходить из дома потому что ну когда все тебе привозят и приносит мир сужается вот до границ комнаты которые там твои квартиры на самом деле очень сложно обратный потом будет вытаскивать не в смысле в офис а в смысле в обычную нормальную социальную жизнь вот поэтому что делать в этой ситуации это просто реально их учить то есть мы там тогда начали заставлять людей там заводить собак ходить на фитнес и принудительно и так далее чтобы вся эта история была вот что касается то есть это вот прям сейчас это кажется такая nice to have problem что люди слишком много работают но когда вы начинаете терять сотрудников из-за того что они перегорает и выгорают на самом деле вспомните мои слова вот дальше что касается контроля эффективности самом деле это вот здесь на самом деле прям вот это реально это это боль для всех играть как я могу про эффект проконтролировать что сотрудник работает вот я спрашиваю как в обычной жизни вы это делаете на я могу на него посмотреть могу и смотрю это разные вещи за сколькими людьми своих сотрудников вы реально посмотрите что они работают ну выясняется что сечение очень хорошо и в офисной жизни но и иллюзия контроля там существует вот нам там тысячу раз предлагали ставить решение типа давайте поставим веб-камеры чтобы видеть что сотрудник сидит за компьютером ибуки кто будет смотреть веб-камеры ну давайте посмотрим людей чтобы говорить веб камер хорошо кто будет смотреть за людьми которые смотрят веб-камерой то есть а тут ну то есть насмотровщик 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 вся история превращается в совершенно сумасшедшую схему которая реально никак не работает а то же самое касается там сделать скриншоты с экрана на все остальное то есть весь этот софт он позволяет создать иллюзию человека что что-то контролирует но ничего на самом деле реально не контролирует поэтому самая главная история в деле правильно построить процессы так чтобы метрики снимались автоматически вот и здесь настройка работы выглядит так что и две вещи первое это собственно правильно организованный pipeline то есть когда мы понимаем что человек что-то сделал и по факту его того что он что-то сделал появляется некоторый сигнал в системе но там самый простой пример конечно телефонии до полу-центра сделал звонок или не делал звонок с оператором понятно вот но и но это на самом деле возможно сделать практически везде и со всеми когда есть какой-то я имею сейчас про линейный персонал или первый первый уровень снизу людей которых надо реально контролировать чуть больше чем супер мотивированных там управленцев высокого уровня вот вторая история очень важно это когда вы стыкуете смежников между собой ну то есть вот там не знаю у нас там маркетинг и продажи два разных подразделения которые у которых разное начальство да и соответственно все стыки между ними это точки конфликтов которые мы специально закладывали каждый раз когда кто-то из смежников косячит возникает конфликт и сам по себе конфликт является сигналом о том что что-то идет не так и позволяет не контролируя все эти вещи четко смотреть понимать как устроена как реально сейчас там проходит работа вот и соответственно правильно настроенные дашборды с опережающими показателями позволяет смотреть там и наблюдать за всеми вещами то есть если человек говорит там окей там ты должен привести там своего канала там тысячу клиентов да кто можно заранее сказать сколько на самом деле клиентов будет сколько что если человек не разместил там не подготовил там 500 новых текстов рекламы то это там первое переживание то есть там не создал какое-то количество новых объявлений там 300 из этих там текстов да там то тоже ничего не будет соответственно вот по таким опережающим показателям по дашбордам можно смотреть что люди реально работают и третий здесь же момент рядом с этим четко важно надо ориентировать людей не только на выполнение планов всегда но и на ритмичность их и вот но прошли взятого я окей я просижу три три часа там в ю тубе потом все быстренько сделаю потому что вся остальная цепочка начинает очень также за всем этим делом хромать то есть сначала у них пусто потом на них все наваливается начинается густо поэтому здесь очень важно сделать ритмично очень ритмичную работу вот и это но задача организации операционных менеджеров как правильно построить все подобные вещи вот еще следующий кусок это все научить всех все записывать и все фиксировать у нас все 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 звонки там в зуме пишутся все люди до которых пропустили могут их просмотреть всегда можно вернуться какой-то договоренностью все встречи обязательно кто-то фолопит они есть для всех выводы кто что когда делает то есть никаких устных договоренностей на удаленке быть не может не должно быть все всех приучить все везде фиксировать это вообще в принципе очень полезно для работы но в случае что рынка рассинхрон начинает сильно увеличиваться и наверное последний такой из лайфхаков в этом блоке старайтесь максимально атомизировать команды которые что-то делают чем меньше людей в команде тем быстрее будет делаться процесс идеальная команда которая состоит из одного человека это не всегда возможно безусловно но во многих случаях это действительно быстро даже два человека между собой договариваться которые там хорошо понимаю да по какому-то вопросу там пять-десять минут человек в своей голове договаривать с собой за секунды команды из двух человек особенно на удаленке из трех человек начнет в каких-то случаях перепихивать друг на друга ответственность я ждал это он это я когда один человек одна задача один там спринт на неделю тебе не за кем спрятаться вот ты вот задача вот конкретная история да это требует фулстэчности это требует того чтобы человек знал границы каких смежных областях это еще раз говорю не всегда возможно но там где-то возможно boost по времени это может дать достаточно большой и так я оставлю себе еще пять минут на ответ на вопросы и пройдусь по ним вот соответственно да еще один момент старый добрый стих писателя с письма все не скажется все не так услышатся к письмам все нам кажется что не так напишется короче говоря письменной коммуникации очень сильно искажает мысли реально очень сильно искажает в там всегда очень большой простор для домысливания автоматического нашими мозгами поэтому все что быстро и просто не решается в короткой переписке необходимо обязательным образом эскалировать в видео чат именно видео не в аудио видео мы так устроены нам надо видеть даже те кто аудиалы кинестеты они визуалы все равно нужно видеть потому что мы считаем огромное количество информации с невербалики вот поэтому супер важно чтобы вы по него сказали ребята если вы не смогли о чем-то быстро договориться за пять минут в письменное общение тем более в почте упаси боже моментально идите созванивайтесь и разговаривать и вы будете решать эту проблему очень быстро иначе у вас начнутся конфликты просто потому что все друг друга не так понимают в письменной форме это классика жанра вот так теперь давайте я попробую быстренько пробежаться по вопросам если что-то есть так как контролировать распределение задач что вы делаете чтобы не выпускать клиента есть ну то в которой четко прописано как что должно быть если чтобы не выпускать клиента и дальше там опережающие показатели которые говорят о том где и что может случиться если знаете что опережать наверное сейчас нет не успею рассказать но там есть очень кратко это да вы там хотите похудеть и встаете каждый день на весы когда вы встали на весы это все уже результат вы уже не можете его изменить да каждый движешь показатель это когда вы понимаете сколько метров вы сегодня там пробежали прошли сколько тортиков вы съели до этого вот это является ближайшим показатель так в любой работе есть признаки которые говорят там будет результат или не будет вот и и и по ним есть даже бардыков которые реально которые реально люди смотрят как заставляли выходить и заводить собак объясняю показывали примеры что случается если этого не делать но то есть в принципе большинство людей хочет жить здоровым и долго вот когда мы показывали кейсы и попросили людей рассказать что с ними случалось когда они этого не делали еще на самом деле ну нормально плюс какие-то командные мероприятия теперь давайте все запустим фоточки кто как собакой гуляет ну и в общем на самом деле все групповые механики в этом смысле хорошо работают что делать если руководитель лично контролирует внутренние доверия как говорит один из моих хороших друзей не решайте гуманитарные проблемы техническими средствами средствами удаленки в этом никак не делать самом деле это проблема с ропозитом работать надо с ним с коучем с психологом но либо каким-то образом думать что с этим делать то есть микроменеджмент беда многих и удаленка ее сильно будет усиливать какие у вас рули на удаленке на практически все кроме супер топов то есть там seo минус один уровень это все таки сейчас в офисе хотя было по-разному на ранних стадиях у нас и минус один были достаточно сильно удаленная все остальное у нас на удаленке но юрист финансистами наверно тоже более безопасно держать в офисе так просто сердечко живет чуть легче а все остальное вообще может быть на удаленке вот нельзя на удаленке держать тех которым нужно физически что-то делать то есть телемедицина возможна на хирург удаленная уже не будет работе может реально надо резать какие ритуалы есть чтобы понять что человек на месте непонятно на каком месте на самом деле но то есть человек за компьютером в общем есть кажется огромное количество мессенджеров трекеров там слаков показывает человек онлайн или не онлайн вот вопрос что зачем вам нужно чтобы человек был на месте вам нужно чтобы человек правильно выполнял свою работу в нужные сроки и сама еще раз говорю с нужным ритмом это вам нужно а где он в этот момент находится если он имеет задачу который на есть пять минут делать три минуты две минуты пойти попьет себе кофе вам в общем на самом деле на это наплевать главное чтобы он раз в пять минут делал нужную задачу если они говорят что целый день решает какую задачу на самом деле работает над ней полдня это вот на самом деле есть ключевой вопрос а как вы планируете если задачу действительно можно сделать за полдня зачем вы даете человеку делать целый день если человек знает лайфхаки как задачу которые реально все остальные делают целый день умеет решать за полдня к первым разница что он делает эти следующие полдня если все остальные работают точно так здесь нужно четко принять какую-то позицию либо вы неправильно спланировали сроки либо человек знает как это делать супер эффективнее и дальше надо с этим работать но в первом случае вам нужно решать задачу как правильно оцениваете трудоемкость задачи во втором решать нужно ли этот лайфхак распространить на всех остальных чтобы все остальные делали полдня или пусть себе сидит в дубе создается ли новое поведение по выстроению процесса эффективного работы для других компаний пока нет это не наш бизнес но учить этому мы готовы и хотим как не работает 24 на 7 его это вообще на самом деле очень хороший вопрос если в квартире больше чем одна комната никогда не работаете в той комнате где спите четко просто хотя бы переходить из одного места того чтобы завершить работу из очень простых вещей одевайтесь на самом деле реально одеться в рабочую одежду и работать потом снять ее это психологически будет команда все я прекращаю работать на самом деле очень важная история не работайте в домашней одежде и не сидите дома когда не работаете в рабочей одежде вот четко старайтесь фиксировать график если у вас рабочий день начинается в 10 вы привыкли вставать там 8 вставайте 8 время которое тратили на дорогу можете потратить на прогулку вокруг дома пробежку там зарядку все остальное начинаете работать 10 не меняйте свой график рабочий потому что эта штука это ваш контроль и ваша жизнь здесь никто другой это не сделает так давайте наверно все остальное уже отвечу дальше сказать минимальный технический набор сервисов которые вы используете общедоступные вообще из общедоступных зум слаг джиро ну то есть это google docs это вот просто такая инфраструктура на которой построено примерно все вот и но то стрелла и и дальше мы все все интеграции между ними уже позволяет обеспечить на 90 процентов всех основных задач если нужны vpn и но еще на самом деле vpn и вот главное все таки это где-то единый общий командный чат для компании идеален наверно слаг если на слаг там по каким-то поводам ресурсов нет то там и команду и компании достаточно маленькая телеграм тоже сойдет на все-таки лучше слаг ничего другого лучше я не видел то есть как человек которого там электронная почта девяносто третьего года основной рабочий инструмент когда я понял что с появлением слага через два месяца в моем почтовом ящике было там три письма спама и два письма от внешних партнеров и все и не 400 новых писем в день я думаю что я просто напьюсь от счастья что так не бывает на самом деле так бывает вот на все остальные вопросы буду отвечать уже в чате всем остальным приветствуем так коллеги приветствую что-то я у себя подвис сам подскажите меня слышно окей а видео тоже идет картинка так прием прием все теперь вроде все все появилось так все огонь ладно коллеги давайте тогда чтобы время сильно не растягивать я постараюсь сегодня там порассказывать максимально коротко да то максимально построить контент на ну вот и ну что там никого не отвлекать каких-то рабочих вещей от рабочих процессов вот собственно говоря мне зовут ваш арген я заглавляю рекрутмент в команде крока вообще в рекрутменте я порядка сегодня пытался посчитать около девяти лет давайте рекрут на типом восемь лет вот довольно долго проработал яндексе 66 половиной лет ну вот и хочу немножечко рассказать про удаленную работу с определенной командой основной опыт работы с распределенной командой у меня было в рамках яндекса если тоже посчитать в какой-то момент времени помощь году 16 у меня команда была в шести разных городах у меня был один человек в москве человек в питере в минске в нижнем новгороде в екатеринбурге и я координировал работу там человека в новосибирске ну вот зачем я это сделал ну не могу сказать что это был какой-то осознанный выбор или осознанное решение на то скорее так исторически сложилось да там блока эта команда которая мне досталось ну вот и собственно говоря это такой был для меня первый опыт работы с командой которая находится не в одном месте не в одной команде не в одном городе вот и место скажу было сложно но станов первый момент времени вот собственно я буду рассказывать про этот опыт вот рассказывая опыт буду рассказывать про опыт как я устраивал взаимодействие с командой которая сидит там в пяти-шести разных городах и про то как собственно вареваю за тревожeeeee такого сотрудника датом который от момента найма собственно говоря датом как нанять человека который находится в онлайне и как дальше выстраивать его работу вот так как я общем-то рекрутер на там я поэтому больше буду конечно про реклама рассказывать вот но плюс-минус какие-то эти вещи они применимы кажется на любую профессию потому что как рекрутер я нанимал удаленных людей в командам разработки команды управления проектами вот и какие тут эти механики они совершенно одинаково совершенно общее сразу скажу там я слегка волнуюсь поэтому если буду говорить какие-то глупости либо буду где-то оговариваться ошибаться заранее извиняюсь необычный экспириенс проведения вебинаров ну вот ну очень погнали собственно говоря вот собственно говоря какой самой важной вещь надо усвоить перед тем как переходить на удаленную работу зачем камани камань компании переходить на удаленную работу какие плюсы и минусы я расскажу чуть позднее там про эту историю ну вот собственно говоря важная вещь который надо готовить на эти инфраструктуру но то есть если у вас работа связана с каким-то там командным взаимодействием вас есть корпоративные тулы которые вы задействуете важно чтобы у сотрудника а эти тулы были чтобы у него были доступны чтобы у него был нам настроен vpn если нужно под доступ к частной вот этой сети подключаться либо были какие-то корпоративные онлайн инструменты но те же google доки там для контроля работы и так далее ну вот те же мессенджеры но важно чтобы вот этот набор инструментов и вся эта инфраструктура была готова к работе с удаленными сотрудниками вот это такой автоп вот но просто это важно помнить это важно понимать вот как вообще жизненный цикл сотрудника строится но собственно говоря как рекрутер и естественно с найма начну с подбора человека опыт онлайн подбора на там по моему личному глубокую глубоко личному мнению он примерно ничем не отличается от оффлайн найма ну то есть совершенно неважно собеседуете вы человека по skype либо вы собеседуете человека вживую на там когда он перед вами сидит и смотрит вам преданно в глаза я не беру сейчас синий воротнички да там основем это отдельная история понятно есть история с нами топ-менеджменты датом экзеките все очень так далее когда это там отдельные процессы но если брать там стандартный офисный найм стандартный офисный подбор ну вот честно говоря не вижу ни одного ограничения какого-то разумного на там такого ограничения кто прям стоп-фактором будет являться для подбора целиком онлайн через онлайн формат но сразу скажу что у меня был там опыт ошибок в найме как целиком через онлайн когда мы человека собеседовали строго там по skype зуму там так далее вот принимали решение о найме он выходил и совершенно оказался не в корпоративной культуре совершенно не в общем формате и мы с ним расставались всякое то время также был такой же точно опыт когда это был офлайн найм то есть человек приходил там живую в офис там какое-то количество часов собеседовался с разными людьми с разными представителями команды мы принимали решение брать его или не брать и в общем то точно так же ошибались и в обратную сторону есть точно такие же успешные кейсы когда целиком подбор был построен через онлайн формат человек выходил и супер перформил потому что топ топчик и его всем все любят хвалят там полет и лелеет ну вот ну и такая же история с оффлайном вот с точки зрения инструментов ну то есть чаще всего какие ограничения там слышал от коллег что через онлайн крайне сложно проверять hard skills на то есть а как собственно говоря проверить то как человеком водитки инструментами так далее вопрос возникает у многих людей в разных компаниях и за вас уже все собственно говоря подумали все решили на там все эти инструменты они есть не знаю если вы нанимаете там разработчиком так как я из айтилик рудман поэтому мне там больше на примерах пройти будет если вы нанимаете разработчик есть коллабедит.com есть skype который дал функцию возможность онлайн редактирования написания кода собственно можете дать задачу человеку включить видео смотреть на его лицо если это необходимо и смотреть на то как он пишет строчку за строчкой код если это не знаю какой-нибудь там продукт-менеджер либо еще кто-то где нам там не знаю подготовить какую-то презентацию поработать с продуктом а то точно также экрана человек собственно говоря там открывает свою презентацию есть там видео вот это окошко небольшое с его лицом ну вот и он точно также проводит презентацию рассказывать какие-то основные вещи вот собственно говоря основная проблема при найме и основное ограничение при найме удаленного сотрудника там онлайн через онлайн формат она в общем-то в голове у собеседующего о том что мне чего-то не хватает для проведения онлайн интервью ну вот если вы нормальный интерьер если вы умеете хорошо собеседовать человека вам собственно же быть абсолютно все равно как вы его собеседуете вживую либо через skype потому что вопросы которые вы задаете они точно такие же да там совершенно одинаковые никак не отличается знание навыки которые проверяются они ровно те же самые грени какой разницы между онлайн или офлайном нету ну вот есть вот это такое ну как бы основной посыл мне не хватает личного контакта да там ну включите видео да там ну посмотрите человеку в глаза да там знаю пошутите с ним пообщайтесь растопите лют ну вот но на самом деле разница вот мое ощущение что нету никакой еще раз да там повторюсь между онлайн и оффлайн подбором ну вот те вопросы которые спрашивал у кандидатов они ну собственно говоря те же самые вот важно просто готовиться важно тренироваться важно учиться проводить собеседование если вы сами из HR да там то помогите там не знаю нанимающим менеджером руководителям да там поучите их как собеседовать посидите пофсилитируйте беседу на вместе на встрече если вы сами рекрутеры вам сложно ну значит просто тренируйтесь да там как бы такая история как со спортом да там когда вы вначале не можете взять какой-то подход и потом потом со сваре всего вас честно получается вот но какие пособеседовали человека да там приняли решение о том что он нормально давайте рискнем попробуем сделаем офер сделали офер начинаете его вводить онлайн оформлением людей собственно я тоже никаких проблем никогда не встречал если требуются какие-то подписи там трудового договора оффлайн да там живы если в компании нет электронной подписи еще каких-то вещей то вы можете отправить курьером договор вот точно такая же история с оборудованием ну то есть либо вы ноутбук можете с курьером отправить либо можете отправить токи на какие-то для доступа к системам ну либо просто настроить эти системы у себя да там на оборудование но ты предоставить их сотруднику да там по логину пароли там еще каким-то образом зависимости того как у вас система все это организовано а дальше начинается процесс адаптации и вот на мой взгляд процесс адаптации он как раз требует очень и очень такого четкого контроля при взаимодействии при работе с удаленным сотрудником как происходит адаптация там по моему опыту но первое у вас должен быть четкий план и вы на этому плану следовать собственно говоря вы должны заранее прописать всем вот типа подневно да там в первый день что вы рассказываете сотруднику во второй день что рассказываете сотруднику стоит там ну и так далее в течение какого-то периода до того момента когда вы начнете давать ему задачи и плюс там еще какое-то время потому что ну мало просто поставить задачу все он там надо с ним созваниваться надо контролировать работу нового сотрудника надо с ним каким-то образом взаимодействовать. Какие здесь такие, ну, как бы здесь такие, на мой взгляд, существенные отличия от офлайнового, да, там, режима? Ну, с точки зрения подготовки, опять-таки, никаких. Но это здравый смысл. У вас должен быть точно такой же четкий, хороший план адаптации офлайнового, да, там, сотрудника, когда он выходит в офис работать, точно так же онлайн, да, там, когда это в региональный офис. То есть вы должны подготовиться, вы должны быть готовы к выходу нового сотрудника, вы должны понимать, что с ним делать. Ну, по-моему, глупо спорить с тем, что чем быстрее вы качественно адаптируете человека, чем быстрее вы качественно адаптируете нового сотрудника, тем быстрее он начнет приносить какую-то value компании, какую-то пользу. Вот, поэтому подготавливаться надо в обоих случаях. Совершенно делать это осознанно, делать это качественно, да, там, и прописывать прям такой для себя чек-лист, что надо рассказать, как погрузить человека в рабочие задачи. Вот. А основное отличие, оно будет связано со звонами. Ну, собственно говоря, когда человек в офисе, там, вы как руководитель, да, там, либо как HR, вы присутствуете в офисе, да, там, вы, собственно говоря, можете подходить к человеку, да, там в совершенно такой ненавязчивой форме, что-то у него спрашивать, задавать какие-то вопросы, попить кофе предложить, да, там, ну, какой-то small talk и вот эта вот история, такое погружение просто в какую-то позитивную корпоративную культуру. С онлайн-историей здесь важно созваниваться. Ну, то есть, я не буду говорить прям совсем какие-то уже такие вот прям очевидные механики, да, там, в момент выставления оффера или там за день до выхода человека, что с ним надо там созвониться, проговорить с ним, когда будет созвон, как он будет проходить, да, там, какие-то вот эти общие вещи. Вот, я буду говорить скорее там уже про первые дни работы, ну, то есть, важно с ним регулярно быть на контакте, то есть, новый сотрудник должен, ну, очевидно, да, понимать, что у него есть руководитель, что руководитель про него помнит, что руководитель что-то ему рассказывает и новый сотрудник должен как бы понимать, что у этого руководителя есть какое-то человеческое лицо, что к нему можно обратиться с какими-то вопросами, да, там, и с какими. Ну, вот, в идеале в первый, там, во второй день человека важно познакомить с командой, сделать какой-то общий созвон, представить нового сотрудника, попросить его там, написать про себя пару слов, там, рассказать про себя пару слов, какой-то такой self-presentation небольшой сделать. Ну, вот, ну, то есть, чтобы команда познакомилась с новым, с новым членом команды. С точки, ну, как бы, про процесс адаптации, наверное, это все. Ну, то есть, у вас должны быть прописаны туду, и у вас должны быть регулярные созвоны. Регулярные созвоны индивидуальные, ну, то есть, они должны быть на момент, там, адаптации, каждый день по нескольку раз, да, там, все время должны быть на связи в телеграммах, там, по телефону и так далее, для того, чтобы обсуждать с вопросом, ну, какие-то вопросы регулярные возникающие. Ну, вот, и, собственно говоря, у вас там обязательно должны быть какие-то инструкции, которые вы можете дать человеку почитать, да, ну, чтобы он мог с ним познакомиться, чтобы мы там не все рассказывали. Дальше происходит работа. Ну, то есть, вы его адаптировали, дали ему какие-то задачи, как эти задачи контролировать. Я буду рассказывать на примере рекрутмента, опять-таки. На мой взгляд, для удаленных сотрудников, важна история про четкий KPI. Причем этот KPI должен быть очень конкретным, и в отличие от офисной команды, да, там, он желательно должен быть иметь очень короткий срок, ну, типа, ежемесячный какой-то таргет, который должен выполняться. В чем, ну, в чем нюансы, да, там, вообще KPI, это такой инструмент управления, да, там, очевидный, ну, вот, который нужен, в общем-то, не всем сотрудникам, он, очевидно, там, нужен сотрудникам, ну, как бы, если это какой-то высокогридовый сотрудник, я не знаю, да, какой-нибудь продукт-онер, ну, условно, да, там, ну, очевидно, у него там есть некая цель по развитию продукта, да, там, но это не какой-то ежемесячный KPI, который надо отслеживать, да, там, немножечко другие инструменты управления, немножечко другие инструменты взаимодействия с такими людьми. Если это говорить про более линейный персонал, то, собственно говоря, есть какой-то таргет, есть какой-то пул задач, который человек должен выполнять, ну, собственно говоря, в рамках, там, рекрутмента на начальных этапах, да, там, когда это еще, там, ребята только начинали погружаться, ну, то есть, словом говоря, чтобы понимали, да, там, я нанимал людей без опыта работы вообще, да, там, в принципе, нулевых. Ну, вот, это был поиск кандидатов, да, там, это было какое-то количество найденных резюме, количество интервью назначенных, да, там, количество интервью, там, назначенных с бизнесом. Вот. Потом это переход на историю про количество кандидатов, доведенных до офферов, да, там, ну, и, собственно говоря, для рекрутеров это количество офферов, да, там, которое должно быть, ну, плюс-минус ежемесячно. Вот. История про KPI, она нужна для того, чтобы корректировать, направлять человека. Если ставить квартальный KPI, да, там, либо полугодовой, ну, то есть, я сейчас скажу, мне, например, сильно больше нравится, там, квартальный полугодовый, да, там, когда среднемесячный какой-то таргет ставится, но он не контролируется каждый месяц. Ну, вот. Но, опять-таки, эта история хороша для офисного сотрудника, да, там, ну, на мой взгляд, и для более старшего опытного. Если это региональный сотрудник, лучше перестраховаться, лучше доставить какой-то KPI такой более измеримый, более такой, с коротким разбегом, чтобы можно было помочь подкорректировать человека, если что-то у него там не получается, либо он бежит куда-то не туда. С точки зрения элементов, там, взаимодействия, управления, ну, чем это отличается от офисного сотрудника? Ну, опять-таки, я скажу тем, что примерно ничем. То есть, у вас должны быть регулярные ван-ту-ваны, то есть, вы должны делать еженедельные встречи, где обсуждать с сотрудником, как у него идут дела, корректировать, помогать ему. Ну, вот, ну, на элементы, на этапе адаптации это должно быть сильно чаще, чем еженедельно, вот, но в целом, как бы, когда уже у вас выстроена работа, раз в неделю, да, там, отдельный такой созвон с человеком, обсудить, как у него дела, все ли в порядке, все ли хорошо, он там, кажется, должен быть обязательным. Вот, обязательно должны быть подведение итогов, то есть, качественная, нормальная обратная связь о том, что получается, что не получается вот на этих еженедельках. Ну, вот, обсуждение итогов работы, да, там, недели, насколько в плане, насколько не в плане, да, там, бежите, где надо помочь, где надо подхватить. Вот, я, собственно говоря, совершенно против каких-то прибитых гвоздями, там, графику работы, там, с 9 до 6, либо еще что-то, но, особенно, да, там, я против такого, и в офисном формате, да, там, я против такого, тем более, в формате удаленной, да, там, работы. Есть пул задач, которые вы ставите, мне вот здесь, там, как бы, Александр совершенно правильно, да, там, сказал, что есть пул задач, и человек должен пул задач выполнять. Ну вот, если он выполняет быстрее, качественнее и лучше, ну, значит, дайте ему больше премию, да, там, сделайте такой KPI, чтобы он не был ограничен, да, там, как-то сверху. Либо там был очень-очень большой таргет, да, там, для того, чтобы получить максимально высокую премию. То есть есть нормальный таргет, да, там есть какой-то супер сверх максимальный таргет. Дальше вы увидите, если человек до него добегает, добегает там легко, да, там, ну, значит, он молодечек, значит, ему действительно надо выплачивать большую премию, и в целом, ну, надо вкладывать в него силы и развивать его, да, там, двигать максимально, максимально быстро и максимально удерживать. Ну, это все про элементы контроля, да, там, ну, мне кажется, основная задача там менеджера, она не только про контроль все-таки, да, там, она про некие такое сплочение команды, про взаимодействие с командой, и здесь необходимо, на мой взгляд, прям такой must-have, это делать регулярные групповые созгоны, где делиться новостями, обсуждать у кого там какие сложности в работе возникают, да, там какие-то, не знаю, обсуждать варианты по оптимизации процессов. Действия друг с другом, да, там делать какие-то совместные проекты по улучшению, да, там, качества работы, ну, вот, и есть, опять-таки, куча тулов, которые позволяют делать тот же самый Zoom, да, там, позволяет созваниваться большому количеству людей, да, там, и, собственно говоря, такие колы можно делать там довольно регулярно. Вот, мои рекомендации минимум это делать еженедельно, если это исключительно удаленные, да, там, сотрудники, на начальных там этапах, да, там, пока вообще происходит этап там адаптации, да, там, входа в такой удаленный формат взаимодействия друг с другом лучше делать даже почаще, там, типа, два раза в неделю. Вот. Что важно понимать, что если у вас есть, там, не знаю, офис, допустим, в Москве, да, там, где сидит основной костяк команды, и есть какое-то количество региональных сотрудников, это могут быть как сотрудники в региональных офисах, да, там, так и сотрудники-надомники, важно понимать, что в любом случае всегда надомник будет чувствовать себя оторванным от каких-то новостей, он будет себя, там, чувствовать относительно выброшенным забор, да, там, какой-то такой общекорпоративной жизни. Вот. С этим надо бороться, безусловно, да, там, в плане того, что надо человека максимально вовлекать во все истории, во все новости, ну, из-за чего такое ощущение возникает, в самом деле, тоже понятно, потому что возникла какая-то новость, вот, в офисе тут же все это разлетается максимально быстро, все вроде пообсуждали, попили, там, на кофе-пойнте, да, там, за чашкой чая, да, там, все это пообсуждали. Поделились, ну, какими-то новостями, ну, вот, человек в регионе, нет, этого не видит, да, там, он чувствует, что к нему новости сильно позже доходят, вроде как бы по остаточному принципу, и вот из-за этого отчасти возникает вот такой некий разрыв. Ну, вот, поэтому таких людей, там, ну, как бы удаленных людей надо максимально вовлекать вот в какие-то общие встречи, которые должны регулярно проходить, если возникают новости, прям, надо для себя, как руководителю, да, там, обязательно помнить, что ему там надо набрать, рассказать про эти новости, чтобы он не чувствовал себя там, опять-таки, выброшенным. Вот. Ну, собственно говоря, вот это, как бы, с точки зрения его жизненного цикла, это все, да, там, нашли человека, проадаптировали, да, там, и дальше начали с ним взаимодействовать. Подводя итог вот именно жизненного цикла, в чем разница между, в чем разница между, собственно говоря, онлайн и оффлайн, да, там, взаимодействием, ну, как бы, повторюсь, на мой взгляд, примерно ни в чем. Есть какие-то нюансы, но это именно такие маленькие нюансы, такие незначительные, которые, ну, не знаю, там, они примерно ничего не значат. Вот, собственно говоря, теперь немножечко хочу затронуть тему того, а в чем вообще плюсы и минусы, да, там, зачем, как бы, компания переходить на удаленку. Ну, есть объективные, да, там, причины, вот, типа, сейчас коронавирус, и компания вынуждена переходить на удаленку, это отдельная история. Вот, вообще, обычно компании переходят на удаленку по, ну, каким-то понятным вещам, на распределенные команды. Ну, первое, это ограничение, если у вас там есть офис в Москве, это ограничение, физическое ограничение на места в офисе. Ну, вот, ну, то есть у вас есть там какое-то количество мест, компания растет, офис больше не становится, найти нормальный офис там в центре Москвы, да, там, ну, либо где-то внутри третьего транспортного, который там будет соответствовать всем параметрам и масштабам компании, становится там сложно, ну, вот, и, собственно говоря, это одна из причин, почему переходят, да, там, ну, и рабочее место, ну, в общем-то, денег стоит, собственно говоря, да, там, это тоже плюс в пользу удаленного сотрудника. Вторая история, почему люди переходят на удаленку, это некая экономия, ну, то есть люди там в регионах, сотрудники в регионах, они стоят чуть-чуть дешевле, опять-таки нет трат на рабочие места, да, там могут быть какой-то другой соцпакет, который отличается от офисного сотрудника, вот, но, на мой взгляд, это, конечно, не ключевая причина, потому что там экономия, она есть, но она не вот чтобы прям суперзначительная, да, там, может быть, на больших цифрах, да, вот, но если это какие-то такие, Ну, не массовые, да, там, история внутри компании, то это не супербольшая экономия. Вот, ну, и третья причина, как бы, очевидно, это наличие ресурсов, наличие, собственно говоря, сотрудников, людей. Ну, то есть, есть, условно, зажравшаяся Москва, где количество, там, ценных сотрудников, оно чуть меньше, чем количество предложений для них. Ну, вот, ну, и ценник, да, там, определенных этих людей есть. А есть люди в регионах, да, там, и вот как раз в регионах чаще бывает история, когда есть люди, есть мозги, но недостаточное количество вакансий. И, собственно говоря, вот это тот поинт, которым, да, там, как бы, если в регион какой-то, компания принимает решение. Вот, вот здесь я открываю региональный офис, потому что здесь есть там сотрудники. Или вот я начинаю нанимать распределенную команду из надомников, потому что, ну, в Москве я не могу найти достаточное количество людей, да, там, это такой ресурсный вопрос. Вот. Основной плюс, на мой взгляд, перехода, ну, вот вообще текущей ситуации, сложившейся, я вижу на нем там прям много плюсов, но ключевой плюс, то, что многие компании, ну, то есть, многие компании, многие руководители, которые слегка зашорены, они смогут попробовать удаленный формат взаимодействия с сотрудниками и увидеть, что нет ничего страшного. В том, что человек работает один-два дня из дома, что его производительность от этого не падает, да, там, ну, когда вся эта история закончится, да, там, все вернутся в нормальный режим, что, скорее всего, какая-то часть компании это увидит, да, там, и люди поймут, что в отдельных там случаях удаленной работы нет ничего страшного, нет ничего плохого, ну, вот, и это многих там сотрудников может только мотивировать, и, как бы, жизнь от этого не останавливается, и все, в общем-то, продолжает двигаться. Какие минусы взаимодействия и работы с удаленными сотрудниками? Ну, очевидный минус, да, там, это, в общем-то, история про чуть, ну, она требует более, на мой взгляд, более качественного менеджмента, более качественного управления, то есть здесь необходимо лучше и четче ставить задачи, здесь необходимо лучше и больше общаться с людьми, ну, то есть это не история, когда там человек-руководитель в офисе находится, его харизма достаточна для того, чтобы вот он приходит в офис, да, там, вроде говорит, и все молодцы, побежали вперед, и все дружно бегут вперед, вот, этого не всегда достаточно. С онлайн-сотрудниками, с онлайн-командой, ну, потому что они просто не видят ежедневно своего руководителя, поэтому руководителям нужно включаться чаще в коммуникацию, нужно чаще собирать какие-то митинги, нужно чаще звонить по видео, задавать какие-то вопросы, ну, и причем здесь очень тонкая грань между микроменеджментом, когда это именно, а что ты сейчас делаешь, да, там, вот такого точно не нужно, то есть это и серия какие-то вопросы, и серия, нужна ли какая-то помощь, да, там, а как у тебя дела, ой, слушай, а посмотри, а что вот здесь вот, да, там, происходит, ну, то есть, То есть это не формат контроля, это формат какой-то поддержки, либо просто какого-то small talk, когда руководитель ненавязчиво, собственно говоря, придается понять, нужна ли какая-то помощь человеку, и ненавязчиво обозначается, что если что есть у тебя я, ты можешь ко мне приходить с вопросами, и я буду рад тебе помогать. Слушайте, наверное, все. Я на этом хочу завершать, потому что основные такие моменты я для себя, ну, я пытался рассказать, то есть еще раз резюмируя. Основная проблема при переходе на удаленку у многих людей, она, в общем-то, на мой взгляд, в головах у многих руководителей, потому что с точки зрения найма, с точки зрения адаптации, с точки зрения ежедневной работы, да, там постановки, знаешь, ну, разницы, ну, правда, нету никакой примерно. Вот. Просто самому сотруднику бывает чисто сложнее, да, там, психологически работать дома, это вот история про переключение, собственно говоря, да, там, когда я весь день на одном месте сижу, у меня, собственно говоря, нету разделения на работу и домой. Вот. А с точки зрения именно организации рабочего процесса, ну, честно говоря, такая себе история, что там нету ничего страшного, нету ничего сложного. Ну, вот, надо пробовать, и все нормально у всех будет. Вот. Давайте попробую поотвечать на вопросы. Какие компетенции особенно важны при подборе сотрудников онлайн? А компетенции чьи? Компетенции самого сотрудника или компетенции руководителя? Сотрудник. Окей. Ну, здесь, на самом деле, очевидно, точно так же зависит от, зависит от, зависит от профессии, да, там, как бы, понятное, от компании. Вот. Я бы для всех выделил две истории важных. Это история про планирование организованности, ну, то есть человек, очевидно, должен уметь планировать свое время, сотрудник, да, там, должен уметь планировать свое рабочее время. Он должен, собственно говоря, для чего нужно? Чтобы он не выгорел, первая, да, там, история, чтобы он четко стоял, что вот сейчас я начинаю работать, да, там, вот к этому времени я завершаю свою работу, да, там, и переключаюсь. Вот. И это, собственно говоря, нужно для того, чтобы распланировать свою работу, для работы над теми таргетами, которые ему поставил руководитель. Вот. И вторая история. Зависит, опять-таки, наверное, уже дальше от человека, но я бы поставил здесь такую важную историю про обучаемость некоторую, да, там, ну, про обучаемость слэш самостоятельную работу, да, там, ну, то есть самостоятельно получить информацию, да, там, самостоятельно ее обработать, какие-то вопросы уточнить. Это в любом случае полезно. Вот. А дальше, ну, не знаю, там, как бы, зависит уже от конкретной профессии. Надо составлять набор компетенций в зависимости от того, что вам нужно в команде. Как эффективно проводить общие собрания, планерки, чтобы всем были максимально увлечены в процесс обсуждения? Ну, на самом деле, это задача руководителя во многом настроить взаимодействие с командой так, чтобы каждый сотрудник был увлечен. Ну, то есть здесь, как минимум, там, не знаю, какие лайфхаки могут быть. То есть руководитель может конкретно спрашивать там у каждого, ой, а что ты думаешь, да, там, по этому поводу? Ой, у меня появилась вот такая вот идея, да, там, а что ты про эту историю думаешь? Вот. Плюс неплохо ставить какую-то повестку собрания для того, чтобы, ну, не знаю, там, можно брать кого-то из команды, чтобы этот человек там ротировался, да, там, каждую неделю кто-то новый готовит какую-то небольшую там историю, да, там, про лайфхаки, про какие-то вещи, да, там, и таким образом увлекается в рассказы, да, там, в рассказ про свою рабочую неделю, что интересно, что хорошего получилось. Вот. Ну, в общем, на самом деле, да, там, могу так сказать, что это задача руководителя, руководитель должен вовлекать людей. Вовлекать можно по-разному. Вовлекать можно в рамках встречи, задавая вопросы, да, там, и подкидывая идеи в обсуждение. Он может перед встречей заранее, да, там, ставить, просить там человека, там, подумать им повесткой, да, там, кого-то из сотрудников. Но обязательно, чтобы все время это разные были сотрудники, чтобы вовлекались все. Вот. Ну, и быть френдли, не знаю, как-то надо шутить, еще что-то, поддерживать такую позитивную атмосферу. Какие типичные ошибки при анбординге удаленных сотрудников? Ну, про типичные ошибки мне сложно сказать, да, там, я могу даже сказать про свои личные, да, ошибки. Ну, на мой взгляд, там, для меня первая, да, там, как бы ошибка была, которая для себя вынес, это история работы с сотрудниками в разных часовых поясах. В общем, для меня лично, да, там, оказалось невыносимо больно, сложно, да, там, из-за того, что я неправильно распланировал свое взаимодействие, работать, например, с тем же Новосибирском, да, там, где плюс 4 часа разница. Ну, условно говоря, там, я начинал работать, там, люди плавно завершают свою работу. Ну, вот, и здесь важно все-таки планировать, если в первую очередь, да, там, учитывать разницу в часовых поясах. Если у вас разные часовые пояса, установите, я не знаю, как минимум какое-то время на команду фиксированное, да, там, когда все сотрудники должны находиться в режиме онлайн для проведения каких-то совместных встреч, митингов, вопросов и так далее. Ну, условно говоря, там, не знаю, с часу до 4 по Москве, да, там, ну, если у вас нет людей в Владивостоке, если есть люди в Владивостоке, там немножечко другие циферки должны быть. Ну, вот, ну, и, собственно говоря, ориентируйтесь вот на такую историю. Ну, вот, а следующая, там, наверное, такая вещь, которую, там, для себя я усвоил, ну, опять-таки, да, вот я сейчас приводил пример о том, что при адаптации у вас должен быть очень четкий план погружения человека. Это, собственно говоря, тоже, там, скорее ошибка, которая, там, правила, которые для себя кровью, да, там, написал. Ну, вот, ну, то есть я вначале, допустим, очень, не очень сознательно подходил к этой истории, вот, ну, то есть это был какой-то такой небольшой у меня, там, план погружения, какой-то рассказ, вот, не очень структурированный. в голове, естественно, он точно так же не структурированно ложился в регионального сотрудника, в удаленного сотрудника. И, собственно говоря, после этого я для себя там рассказал все, потом попрощался с человеком, что хотел рассказать. А потом прям то ли в этот день, то ли на следующий я прям написал, что, слушай, сори, вижу, что я прям совсем сам когда рассказывал, слегка запутался, вот, давай снова с тобой соберемся и снова пообсуждаем, да, там, ну, предварительно, конечно, все это дело в голове структурировано. Вот. Дальше. Владислав, переводили ли вы свою команду на удаленку или она сразу такая была? Если переводили, с какими сложностями столкнулась команда, когда с ними столкнулись? Смотрите, изначально, когда, ну, как бы первая история, да, там, когда у меня была команда, там, в большом количестве разных регионов, это была такая команда, то есть это не было моим осознанным решением, ну, вот, а потом я какие-то отдельные функции выводил на удаленку, потому что это удобно было, это экономило и рабочее место, да, там, и мне место было необходимо, там, нужен человек в регионе, который знает местный региональный рынок. С трудностями, честно говоря, ни с какими, не могу сказать, что прям были какие-то сложности, с которыми столкнулась команда, да, там, ну, то есть, если я настроил нормальные регулярки, да, там, настроили какие-то регулярные общения, вот, я помогал, там, модерировал коммуникацию, когда, там, какие-то более опытные сотрудники команды погружали новичков в регионе, ну, вот, на начальных, да, там, по крайней мере, этапах, ну, и, собственно говоря, все, да, то есть, как бы, мне кажется, основные сложности, это, собственно говоря, там, помочь, да, там, человеку более опытному подключить, там, команду к этой истории. Подключается ли к составлению плана адаптации кто-то, кроме менеджера? В моем случае нет, никто не подключался, к сожалению, да, там, я был бы не против, чтобы кто-то подключился, вот, в идеале мне видится, что там точно должен подключаться HR-партнер и помогать это делать, и, собственно говоря, в Кроке, например, сейчас ровно так и происходит, да, там, команда HR-партнеров Крок, да, там, составляет план адаптации для новичков, которые выходят в удаленном режиме, да, там, и, собственно говоря, активно увлекает ресурс-менеджера во всю эту историю, вот, и, собственно говоря, все очень дружно и хорошо работают. А как контролируют слив информацию конкурентов на удаленке? Здесь лучше вопрос задавать команде информационной безопасности, если какие-то там, конкретно в вашей компании, да, там, у информационной безопасности тулы, которые контролируют, чтобы вы не сливали информацию, сидя в офисе. Вот, если эти тулы есть, ровно те же самые тулы применяются и на сотрудника удаленщика, то есть сотрудник должен подписать индей, чтобы его можно было привлечь к ответственности, ну вот, ну и, собственно говоря, привлекать его к ответственности. Если у вас идеи нет, то ничто не мешает офисному сотруднику точно так же удалять, сливать информацию. Как уволить сотрудника на удаленке? Сложный вопрос, ну в плане как уволить, ну примерно так же как у офисного сотрудника, вот, то есть надо с ним созвониться, пообщаться. Если это региональный сотрудник, который находится в региональном офисе, то либо вы, либо этот человек должен точно приехать в командировку. Конечно, лучше вживую это делать, очевидно. Если такой опции нет, то, собственно говоря, к беседе надо, очевидно, подготовиться. Странно, если вы увольняете человека внезапно, то есть должны быть какие-то предпосылки к этому. Должны быть поставлены таргеты, таргеты не исполняются, должен быть коммитмент о том, что если таргеты не исполняются, у человека с ним надо расставаться. Ну и, собственно говоря, с ним надо расставаться. Все, примерно так. Владислав, а если у нас три руководителя, которые занимаются разными сферами, часто дают разную информацию, как могу помочь наладить процесс согласования рабочих вопросов, чтобы повысить эффективность работы, только при помощи совместных совещаний? Сложный вопрос, я, честно говоря, с таким не сталкивался, с таким подобным кейсом. Мне кажется, здесь здравый смысл, это какие-то общие совместные совещания, это какие-то письма, где все участвуют в обсуждении и совместно обсуждают. Но, опять-таки, если эти три руководителя дают какие-то задачи команде, и это люди одни и те же, там общие, но просто взвести правило, что если ты пишешь на всех участников команды, то, пожалуйста, пиши в копию, ставь руководителей. Чтобы, если что-то там не так, руководители оффлайн, да, там между собой могли договориться и скорректировать, там, не знаю, письмо-ответ. Ну, либо ввести какое-то правило, когда, там, даешь информацию людям, когда руководитель дает информацию людям, он должен предварительно согласовать, обсудить с другими участниками, чтобы не было дискоммуникейшена. Вот, ну здесь, собственно говоря, там HR-менеджер, HR-партнер должен, как, между целой харибдой, да, там, аккуратно провести лодочку, да, там, аккуратно наладив взаимодействие между, между всеми менеджерами. Вот, коллеги, кажется, это все вопросы, да, там, такие основные. Если вдруг будут вопросы, в общем-то, мои контакты есть в соцсетях, пишите, звоните, буду рад со всеми пообщаться, вот, ну, а зачем, я прощаюсь с вами. Был рад. Да, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok